Всем привет. С вами видеоблог WarStory. И сейчас будет пара слов об оценке военного антиквариата, по каким критериям его оценивать на примере вот таких вот двух боевых ножей Puma. Эти ножи являются своего рода брендом среди боевых ножей немецких. Соответственно немного скажу о том, что это. Сильно в историю не буду вдаваться. Лучше потом отдельно по ним обзор сделаю. Потому что вот эти ножики с такой вот ручкой характерной это прям вообще целый пласт исторический. Принесли мне на экспертизу вот такой вот нож. Попросили определить что это, какого периода времени и сколько это стоит вообще, является ли это культурной ценностью. Собственно начнём с того что это. Это боевой нож или засапожный нож производства фирмы Puma. То есть их можно отличить сразу по вот такой вот характерной бакелитовой рукояти. По таким вот бакелитовым накладкам на рукояти. Они вот эти ножи выпускались в нескольких видах. Вот этот вот нож в очень хорошем состоянии. Это тот собственно что у меня в коллекции. А этот тот который принесли он состоянием похуже. Оценим эти вещи. Для этого просто их вот так вот положим рядом и для начала сравним. Если мы получается сравниваем, начинаем с клинка, какие есть плюсы у вот этого ножа. Вот здесь вот плюс его самый главный. Он с клеймом. Здесь Puma название фирмы Золинген город где был произведён. Из минусов он подточен. То есть вот здесь мы видим по кромке следы заточки и немножко так вот клинок подкорочен. Здесь вот на моём ноже мы видим практически девственную кромку. То есть её не точили, отсутствие каких-то следов бытования. Это важно. То есть иными словами он полностью сохранил всю свою геометрию и находится в том виде в котором его покупал военнослужащий вермахта например в магазине 75 лет назад. Нож не тронут. И вот здесь вот мы наглядно видим разницу в состоянии. Казалось бы вроде один и тот же предмет нож Puma что это что это. Но ценятся они по разному. То есть вот этот предмет имеет оценочную стоимость порядка 650-700 долларов. Если мы берём нож который мне принесли где-то в два раза дешевле. То есть это порядка 350 долларов стоит этот нож. Казалось бы за что такие деньги. Но ответ прост. Боевой нож вообще немецкий это бренд. А вот такой вот нож Puma с бакелитовыми накладками на рукоять это прям вообще бренд-бренд. То есть люди их любят. Люди их любят по всему миру. Печатают в книгах. Вот например я даже давно покупал книгу по немецкому снаряжению. Вот здесь он пропечатан именно в разделе боевые ножи. Они тут так краем коснулись. Именно пумовский нож. То есть это прям вот оно. Люди их не только в коллекции холодного оружия складывают. Но и в коллекцию по снаряжению вешают их на манекены и так далее. Кстати посмотрите что здесь в книжке показан немного другой вариант. То есть я показываю здесь со стальной крестовиной. Здесь крестовина цинковая. И кстати он тут косячный тоже нож. Он подточен и вообще без кончика клинка. Здесь реально наверное с полсантиметра откушено. Вот здесь вот мы видим примеры ношения. То есть нож закреплён на голенище сапога и показан ещё вариант ношения на форме. Скажу честно по опыту реконструкции вот так вот носить лучше. Потому что когда он за сапогом постоянно трясёшься как бы нож не выпал. Потому что если нож выпадает и теряется где-то в траве это провал. Сразу минус 300 долларов и пока. По ножнам ещё кстати. Ножны на моём классические. А на том который принесли они немного нестандартной формы. То есть они больше подходят на мой взгляд к боевому ножу образца 42 года. Такой с деревянными накладками. А потом тоже покажу такой нож. То есть видим здесь такой вот загиб прижимной пружины. Это нестандартно для пумы. Хотя пока я эту фразу сейчас говорил я даже немного засомневался от категоричности. Если я не прав поправьте. Но на мой взгляд по крайней мере по опыту что с такой пружиной ножны это именно от образца 42 года ножа. Итак резюмирую. Мне принесли окопный нож Puma с рядом достоинств и недостатков. По этой совокупности я вывел цену в 350 долларов. Какие минусы. Плюсы. Клинок подшлифован и подточен. А также утрачена кожулька около крестовины. Плюсы. Нож оригинальный. Это его самый большой плюс. Накладки на рукояти не переставлялись. Это тоже большой плюс. Потому что если они переставлялись они как правило криво стоят. Уже совершенно другой вид имеет предмет. И он комплектный. Он с ножнами. Потому что на самом деле ножны отдельно очень сложно найти. Допустим в тех же штатах такие ножны будут стоить порядка 150 долларов. На мой взгляд для людей которые занимаются реконструкцией и например снаряжают манекен это самое то. Особенно для реконструкторов. Потому что клинком его уже не жалко наточить. Можно что-нибудь порезать, открыть. Уже хуже не будет. Потому что если немного изменена геометрия плюс-минус лишние подточки ничего страшного. Но при этом это оригинальный нож с клеймом. И в принципе за не такие большие деньги. Учитывая что во вполне живом состоянии. Более подробный обзор о ножах Puma я попробую сделать в будущем. Я думаю всем будет интересно. О них прям много можно говорить. Ну а этот обзор я завершаю. С вами был видеоблог WarStory. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин